Было время, когда в Кентукки буквально шел мясной дождь. В 1876 году жители Олимпия Спрингс занимались своими повседневными делами, как вдруг с неба начало падать мясо. Мясо покрыло площадь размером 90 на 45 метров. Жители вышли на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Некоторые смельчаки даже рискнули попробовать мясо на вкус, чтобы угадать его происхождение. Со временем большинство местных жителей потеряли к нему интерес. Однако нашелся ученый, который предложил интригующее объяснение. Мясо принадлежало стервятникам. Оказалось, что это могли быть их рвотные массы. Когда стервятники испытывают страх, они стараются вытащить пищу из своих желудков. Так они становятся легче и им проще убежать. Состояние мяса в сочетании с этой теорией может объяснить загадочное событие. И это не единственная странная вещь, которая когда-либо падала сверху. Существует такое явление, как дождь из животных или дождь из рыб и лягушек. В 1994 году в Оквиле на Землю упало желеобразное вещество. Звездное желе представляло собой загадочную слизь. Из-за нее почти у всех жителей города появились симптомы, похожие на грипп. Эксперты проанализировали вещество и выяснили, что в нем содержатся человеческие лейкоциты и два вида бактерий. Одну из них можно обнаружить в пищеварительной системе человека. Происхождение этого вещества и его связь с симптомами, похожими на грипп, остаются неизвестными. Вопреки домыслам, приписывающим его происхождение небу, звездное желе может иметь различные источники. Оно может происходить из яйцеводов, лягушек или образовываться в результате скопления студенистых водных животных. Некоторые виды грибов, особенно в состоянии разложения, могут приобретать желеобразную консистенцию. И даже слезевики могут проявлять подобные свойства. Представьте себе, что вы боитесь пауков, а потом видите вот это. В восточной Бразилии был зафиксирован случай, когда пауки падали с неба. На самом деле паучий дождь не такое уж необычное явление, как вам может показаться. Такое случалось во Флориде, Аргентине и других частях света. Оказывается, есть пауки, которые живут и охотятся вместе. Они плетут большую паутину между кустами и деревьями, чтобы поймать больше жуков. Но сильный ветер может разорвать паутину и поднять пауков в воздух. И тогда кажется, что пауки падают словно дождь. Следующими в списке странных вещей, падающих с неба, являются мечи для гольфа. В один из сентябрьских дней 1969 года игроки в гольф во Флориде столкнулись с этим явлением. Внезапно с неба прямо на поле для гольфа начали падать целые кучи мечей. По словам метеорологов, торнадо пронесся мимо побережья и набрал воды из пуда рядом с полем для гольфа. По пути он захватил и мечи. Когда смерч успокоился, мечи упали вниз. Еще один интересный случай произошел на Тихоокеанском северо-западе. Пыльные бури вызвали над богатым солью озером в Орегоне молочный дождь. Сначала ученые думали, что все из-за ветровой эрозии выгоревших района, но это не соответствовало направлению ветра. Другой подсказкой стал состав воды. Он был похож на состав воды в высохшем озере. Тогда они решили, что вода была из озера Саммерлайк в Орегоне. Это мелководное озеро, которое пересыхает во время засухи. В ночь перед молочным дождем на озеро обрушился шторм с сильным ветром, который, возможно, поднял воздух пыль. Молочный дождь оставил белые следы на автомобилях и окнах в 15 городах. Кровавый или красный дождь может показаться сюжетом фильма ужасов, но это реальность. Дождь, похожий на кровь, вводит людей в заблуждение со времен Илиады Гомера. Тогда люди думали, что это настоящая кровь, падающая с неба, и считали это дурным предзнаменованием. Но наука вмешалась, чтобы прояснить ситуацию. Обычно этот дождь вызывается довольно безобидными вещами, такими как красная пыль или крошечные микроорганизмы, плавающие в воде. Иногда это работа зеленых микроводорослей. Арбузный снег может показаться заманчивым, но это не закуска. Даже в небольших количествах он может привести к неприятным проблемам со здоровьем. Все дело водорослей не валясь, это она окрашивает снег в розовый цвет. В отличие от типичных водорослей, предпочитающих водоемы, эта водоросль обитает в снегу. Летом она встречается в основном в высокогорных районах. Водоросль окрашивает снег в красновато-розовый цвет, и эти пятна часто принимают за пятна крови. На самом деле, красный цвет помогает водоросли защититься от жестких ультрафиолетовых лучей. Около двух миллионов лет назад под ледником Тейлора, вдали от света, кислорода и тепла, появился резервуар с очень соленой водой. Когда эта вода, насыщенная солью, аккуратно проходит через расщелину в леднике, она вступает в реакцию с кислородом. В результате образуется захватывающий дух каскад света ржавчины. В этих условиях образовался природный феномен – кровавый водопад. Это одновременно и потрясающее зрелище, и научное чудо. К леднику можно добраться только на вертолете или круизном лайнере, поскольку он находится в труднодоступном месте. Название «Кровавый водопад» как нельзя лучше описывает происходящее. Только представьте медленно стекающую багрово-красную жидкость, окрашивающую девственно-белую поверхность ледника Тейлора и озеро Бонни под ним. Несмотря на внешний вид, это вещество не является настоящей кровью или водой, подкрашенной красными водорослями, как предполагали первые исследователи Антарктики. Бросающийся в глаза охристый оттенок исходит от невероятно соленого подледникового озера, которое на протяжении тысячелетий скрывалось под ледником. Если говорить об озерах и водохранилищах, то в Западной Австралии есть особое место под названием «Озеро Хильер». Оно входит в группу озер с шокирующим розовым цветом. Озеро расположено на краю острова Миддл. Оно окружено тонким кольцом песка и прекрасным лесом из коры и эвкалиптов. Уникальный розовый оттенок озера – настоящая загадка. Ученые до сих пор не уверены в его источнике. Некоторые считают, что это могут быть зеленые водоросли, содержащие красно-оранжевый пигмент, или отдельный вид микроорганизма. Другой вариант – высокая концентрация розовых креветок. Туристы часто любуются потрясающим видом на озеро Хильер с вертолета или самолетом. Но если вы посетите это место, вас ждет приятный бонус. Озеро действительно соленое, но безопасное. Поэтому можете спокойно искупаться. Благодаря высокому содержанию соли вы будете легко держаться на воде, как пробка. Давайте еще больше поднимем себе настроение. Солнечные собаки представляют собой удивительное и редкое зрелище. Чтобы увидеть его, вам понадобятся удачи и подходящие условия. Например, солнце должно быть под углом 22 градуса. На небе должны быть перистые или перисто-слоистые облака. В них содержатся ледяные кристаллы. Когда все выстраивается идеально, облака, солнце и ваша точка зрения. Вы увидите солнечную собаку. Ее также называют имитацией солнца. Это явление создает потрясающий эффект, при котором кажется, что солнце окружено огромным световым ореолом. По краям этого ореола вы увидите два дополнительных солнца. Иногда они выглядят меньше настоящего солнца, и от них могут исходить шипы или короны. Теперь у нас есть новое явление. Атмосферные озера и реки. Они столь же интригующие, как и их названия. Атмосферные реки известны несколько дольше и весьма необычны. Такие реки могут простираться на тысячи километров в длину и до 600 километров в ширину. По сути, это потоки водяного пара в небе. Спускаясь они могут выбрасывать огромное количество воды, иногда равное потоку 25 рек Миссисипи. Существуют также атмосферные озера, специально для тех, кто считает атмосферные реки слишком устрашающими. Это большие скопления водяного пара, похожие на озера, парящие в облаках. Однако они не двигаются так быстро, как их речные собратья. Атмосферное озеро, обнаруженное над Индийским океаном, по оценкам, содержало достаточно воды, чтобы образовать неглубокую лужу шириной в тысячу километров. Такие озера обычно образуются в почти безветренных районах, часто вблизи экватора и в прибрежных районах. Они могут существовать почти неделю, неспешно дрейфуя и нередко принося дожди в сухие и бесплодные регионы.